Кулинарный блогер номер один на Рунете. Только вдумайтесь, полмиллиарда просмотров. Уникальная женщина, Ольга Матвей, я тебя очень ждала в студии. Привет, Светочка, всем добрый день. Я думаю, что наши зрители просто в восторге. Привет. У нас сегодня твой бестселлер, книга, которая произвела неизгладимое впечатление на наших зрительниц. И мы сегодня готовим. Что готовим? Сегодня мы готовим очень вкусный десерт. Он есть здесь у меня в книге. Посмотрите, какая красота. Мы будем готовить пирожные персики. Такие, знаете, старые, забытые рецепты. Всеми нами любимые. Мы их ели в детстве. А если ваши дети не знают, что это такое, приготовьте. Это очень вкусное, мягкое пирожное. На вид реально персики. Вот я принесла и готовила вчера. Они реально как персики. Посмотрите, Свет, ты видишь, листики. Они такие, знаешь, бабочок желтый, бочок красный. Реально выглядят как персики и очень вкусно. И внутри есть косточка. Ничего себе. Скажи мне, пожалуйста, как тебе удалось создать вот этот цвет? Это сахар. Нет, это натуральные красители, будем говорить так. Это сок свеклы. Вот, смотри. И сок к моркови. И сахар, чтобы вот такой он красивый пустился, его просто можно покрасить. Ух ты. Это занимает буквально две секунды. Это все описано в книге? Да, все описано в книге, все есть. И вот такими элементарными, какими-то маленькими, как бы-то так сказать, всякими маленькими фокусами на кухне можно добиться... Секретами! Да, очень интересного эффекта. И такой сахар можно использовать. Вот смотри, как он выглядит. Великолепно. Да, вот так вот он выглядит. У нас есть только сахар. Да, и можно использовать его на любой декор, на любые печеньки, вот знаешь, на праздники. Это идеально. Я покажу, как его сделать очень легко. Три секунды. Ты просто берешь сахар. Обычный. Да, вот держи, просто сахар. И берешь буквально чайную ложечку... Ну, давай возьмем себе кольного сока, чтобы получить такой красивый оттенок. Ух ты. Так, все, да? И его нужно покрасить перчаткой. Интригует. Да, ну, чтобы, так сказать, маникюр был красивым. Смотри. Три секунды, и у тебя очень красивый цвет. Причем ты можешь добиться любого оттенка, от розового до малинового, какой хочешь. Сахар хорошо сохнет, он моментально впитывается, и смотри, он сухой практически. Великолепно. Если вы хотите добиться такого сухого-сухого варианта, то можно подсушить в духовке. Видишь, смотри, был более насыщенный, теперь темнеет, но светлеет, но очень классно. Смотри, какой цвет. Безусловичный цвет, да. И я хочу сразу сказать, что в книге у Ольги Матвей 130 самых популярных рецептов. Это миллионы, миллиарды просмотров в скором времени, я не сомневаюсь, потому что действительно готовить с тобой очень просто. И вся наша съемочная команда, и абсолютно все наши зрители, которые звонят и говорят, вот мы попробовали, и у нас получается точно так же, как в книге. В этом смысл, Свет, чтобы, когда ты берешь книгу, у тебя получилось точно так же, как на картинке. Вот сегодня мы готовим эти персики, займет это буквально, ну не знаю, 40 минут, и персики будут готовы. Так, давай так, давай делать тесто. Пока ты делаешь тесто, и вот тебе тоже твоя же книга, я расскажу нашим зрителям, что у нас есть, какие разделы у нас есть в этой прекрасной книге. Обратите внимание, что у нас есть салаты, у нас есть закуски, у нас есть первые, вторые блюда, выпечка. И что самое главное, что каждый рецепт с пошаговой инструкцией идет очень точное описание того процесса, который происходит у вас на кухне. И, Оль, опять же, комплимент фотографии, вот такое ощущение, что я сейчас возьму ложку и буду этот печеночный пастет. Да, вообще, как будто оно реалистичное, правда? Да, это хлеб очень здорово. И здесь есть информация, сколько займет времени приготовление этого блюда, на сколько порций, то есть абсолютно все продумано для того, чтобы готовить. Чтобы получилось, понимаешь? И на самом деле, очень вкусную еду, ее очень просто готовить. На кухне, дома, открываешь холодильник, достаешь обычные продукты и получается реально очень вкусно. Дома, не надо никуда идти. Это роскошно. Я предлагаю уже сейчас заказывать эту книгу. Номер телефона на экране 05-21-448-12-372. Дорогие мои зрительницы, сделайте себе подарок. Вот поверьте, с этой книгой действительно у вас будет великолепное настроение на кухне. Вы будете улыбаться, вы будете готовить, вы будете удивлять своих гостей, потому что, давайте откровенно, мы начинаем уже задумываться, что сделать на рождественский, на новогодний стол, что подарить. Вот действительно исключительный подарок, который любая женщина оценит, так еще только красного бантика не хватает. И под елочку, я думаю, что ваша мама, ваша теща, ваша свекровь, ваша невестка, ваша дочка будет в восторге от такого подарка. Ну, а, кстати, дорогие мужчины, если вы подарите, тогда каждый день вы будете получать какое-то неожиданно вкусное блюдо. Так, смотри, я готовлю тесто. Тесто готовится очень просто. Нужны обычные продукты, яйца, сахар, масло, мука, ну вот, собственно, знаешь, что... Стандартно, все, что есть дома в холодильнике, да. Замешивать можно обычным венчиком, не обязательно, чтобы дома был миксер. Если дома миксера нет, ничего страшного не произойдет, поэтому все просто. Так, я пока ты доделываешь тесто, я хочу все-таки показать еще одну гениальную, по моему мнению, и не только моему мнению, вещь. Это код, который помогает вам открыть видео с Ольгой Матвей. То есть тут не просто красиво все описано, можно также открыть видео. И, собственно, это я вам сейчас и продемонстрирую, поэтому готовить вы будете в прямом смысле с Ольгой Матвей. Вот, для этого открываете камеру, подносите телефон, у вас появилась ссылочка, вы нажимаете на эту ссылочку, и появляется Ольга Матвей, которая очень подробно рассказывает о процессе приготовления этого великолепного фруктового торта-тропиканка. Ну, а пока я это делала, я вижу, что тесто у тебя уже готово. Да, я все приготовила. И, соответственно, можем уже делать сами персики. Да, значит, смотри, ты будешь помогать мне взять персики? Конечно. Значит, готовим шарики изначально, да, которые в дальнейшем будут выглядеть как персики. Ага. Вообще хочу тебе сказать, что любая женщина на кухне, ну, вот как я просто дома, да, я готовлю для себя, для своей семьи, для моей маленькой Насте сейчас. Это очень приятно, это, знаешь, с такой большой любовью, я всегда говорю, нужно в еду положить чуть любви. Аполлонничек. Я тебе скажу, что мне нравится, что здесь собраны очень простые, удобные рецепты. Их действительно может приготовить абсолютно любая женщина. Это рецепты, которые от самых простых до более сложных, но даже сложные, справится абсолютно любая женщина. Да, я как бы, когда я готовлю, я стараюсь каждый рецепт все равно немного под себя, знаешь, что-то делать под себя. Вкус какой-то, что-то добавляю, что-то экспериментирую. Вообще, я считаю, что если еда, она ресторанная, да, ну, вот как бы, мне не всегда вкусно. Вот я иногда, мы куда-то хотим пойти с мужем, да, я вот заказываю что-то, я ожидаю какого-то вкуса. Например, торт, я ожидаю там вкуса Праги, предположим. Когда мне приносят торт, он не такого вкуса, который я ожидала. А если вы будете готовить по рецептуре, которую я дала в этой книге, у вас получится вкус вашего детства. Вот то, что вы себе думаете, то у вас будет в тарелке 100%. Самое главное, что все продукты можно найти в любом супермаркете, это тоже очень важно. Это интегрировано и под Германию, и под Европу в целом, да, то есть те продукты, которые есть абсолютно в каждом супермаркете. Конечно, и главное, чтобы это не было такое, знаешь, купить яйцо динозавра. Ну, то есть обычные куриные яйца подойдут. Дорогие мои, заказывайте уже сейчас, номер телефона на экране. Вы знаете, я хочу еще отметить, что даже в руках эту книгу приятно держать. Вот настолько она такая домашняя, уютная, душевная, что если вы подарите эту книгу, а даже просто принесете своей жене, своей маме, она будет в полном восторге. Наш сотрудник увидел, что жена каждый вечер смотрит с тобой программу, да, готовит с тобой. Ой, мне очень приятно. И вот решил просто так сделать ей сюрприз. Она была просто счастлива. И вот это счастье, я даже не помню, когда на последний раз так у нее глаза сверкают. То есть это приятно. Сделайте такой большой и важный подарок для вашей женщины. И поверьте, она вам вернет с торицей. Вот такие вот делаем кружочки. Смотри, видишь, половинки. Одна часть плоская, вторая кругленькая. Вот это и будет половинка нашего персика. Давай, я тоже буду. Вот это, смотри. Вот тут вот и формирую лепешечку. Вот из вот этого. Хорошо. Так, вот так. Еще мы будем делать начинку. Начинку будем делать самую обычную. Это будет сгущенка вареная и кусочек сливочного масла. Ничего сложного. Можно отварить дома самим, можно купить. Когда варишь ее дома, она всегда вкуснее. Варите очень легко. Покупайте сгущенку. Три часа под закрытой крышкой. Сгущенка готова. Но можно купить. Если нет времени, реально можно купить. Сгущенка вкусная, хорошая. Найдите хорошего производителя, и все будет вкусно. Вообще, хочу тебе, Света, сказать. Когда готовишь для своей семьи, это всегда удовольствие и радость. Мне очень нравится, особенно когда праздники. Я жду праздников, я наготавливаю много-много всего. Какие-то закуски, что-то такое интересное. А главное, чтобы на столе стояла какая-то блюза, как из дюминка всего стола. Ну, вообще, надо дать должное нашим славянским женщинам, что так, как готовит славянская женщина, не готовит никто. Всегда, всегда все восхищаются, всегда говорят комплименты. И, действительно, для наших зрительниц, для нас очень важно, если приходят гости, если приезжают дети, приезжают внуки, сделать нечто особенное и вложить туда, действительно, душу, любовь. Ну, ты помнишь, что тебе бабушка готовила? Я тебе скажу, что я была просто шокирована, потому что практически все рецепты с моего детства собраны у тебя в книге. И я понимаю, что это, действительно, как наша золотая коллекция. Ты теперь можешь их повторить? Открываешь? Я уже делаю это для своей дочки. Мне это очень приятно, что я могу радовать. И я не могу сказать, что у меня какие-то большие кулинарные способности, но у меня получается, для меня это очень важно. И книга твоя, ты мне еще подписала, она стала настольной у меня на кухне. И я знаю, что даже вот и свекровь все время заглядывать. То есть, действительно, готовить с большим удовольствием. Так, вот последние укладываем. И что, теперь отправляем это в духовку? Да, значит, в разогретую духовку выпекаются они буквально 12-15 минут. Ну, таких противней получается два, то есть их получается много. Ты делал, и их много. Так, я оставлю в духовку. Да, на второй ярус снизу. Да, вот так. Все, ждем. Так, а пока они выпекаются, будем делать крем. Да, значит, смотри, чтобы у нас получилась косточка внутри. Ну, чтобы реалистично очень было. Я взяла миндаль. Настоящий персик. Да, смотри, реально будет как косточка от персика, да? Итак, смешаем пока просто масло вместе со сгущенкой, да, пока выпекаются. Выпекаются очень быстро. Тут такой момент, знаешь, есть такие разные вот секретики в приготовлении. Вот эти пирожные должны выпечься, но остаться практически светлыми. Не должны быть золотистыми, чтобы потом их, когда будем окунать в сок свеклы, они были такие красивые-красивые. У нас сгущенка, у нас масло, и у нас абсолютно все ингредиенты прописаны, расписаны в нашей прекрасной книге. Даже можно сделать просто по фотографиям пошагового приготовления. Если под рукой нет телефона, абсолютно по этим фотографиям вы можете приготовить, и, ну, если нет возможности взять телефон в руки, это можно сделать вот просто так. Хотя я хочу отметить, вот в начале книги есть такие заготовки. Основа теста, у нас тут основа бульон, соусы. Тоже очень удобно, тоже все расписано, и тоже есть видеоссылочки к этим рецептам. Вообще книга, конечно, такая функциональная, интерактивная, и вообще книга кулинарная нового поколения. Пока ты делаешь, я, наверное, уже буду доставать. Да, я думаю, что уже готова. Только аккуратно. Хорошо. Красота! Действительно, такие светленькие они остались. Смотри, пока горячие, нужно что сделать? Нужно ладошкой немного вот так вот прижать вверх. Он чуть-чуть поднимается, так бугорками, и чтобы персик был кругленький, а не такой овальный. Вот немножечко верхушечки вот так вот придавить, и все. И тогда персик будет красивый, круглый. Значит, смотри, берем половинку персика. Она светлая, посмотрите, какая белая. Вот самое главное не передержать. Берем острый нож и вынимаем немного серединки. Причем серединку вынимаем в крем, вот в этот. Видишь, смотри, буквально чуть-чуть. Вот так, немножко. Поняла. Отправляем сюда, а вот это вот, раз вот так вот надо покрышить, сделать крошечку, и вот в нашу сгущенку. Для чего? Чтобы персик скрепить с двух сторон. Ага. Да? И так сказать, чтобы не выбрасывать ничего. Зачем? Это вкусно. Знаешь, как вкусно, когда это получается чем-то похоже на торт. Ой, у тебя все вкусно. Крем, да, уже в торте. Но здорово, что вот эти все маленькие секреты ты соединила в этом рецепте, и, ну, начиная от сахара вот этого красивого цвета и заканчивая начинкой, все абсолютно продуманное, и получается на обычной кухне у обычной хозяйки кулинарный шедевр от шеф-повара. Знаешь, что скажу тебе, Свет? Ну, вообще, всем хочу сказать, как вообще появилась идея создания вот этой книги. Почему, да? Много всяких рецептов можно посмотреть в YouTube. Но мы дома зачастую готовим то, ну, как бы, да, повторяем то, что нам готовили раньше, просто делаем какие-то вариации. И иногда бывает так, но очень часто, не иногда, а очень часто, я хочу приготовить именно вот тот торт, а какие там были продукты, я не помню, как делала бабушка, там потерялся рецепт, или что-то еще. И когда это все собрано в одной книге, это очень удобно. Вот так появилась идея создания этой книги. Чтобы ты открыл так, это мой суп, мой любимый, это торт, мой любимый, это салат. И так получается очень вкусно, красиво, многое можно приготовить на любой стоил. А самое главное, это будет вкусно, как у бабушки. И ты будешь знать, что четко, что прописано. Это все всегда есть у тебя дома. Это просто. Тут я все рассчитала, ну, чтобы, вот, знаешь, допустим, 2-3 картошки, чтобы ты не брал больше, предположим, да, все-все рассчитано. Да, дорогие зрители, вы можете уже сейчас заказать эту книгу, номер телефона на экране, вы также можете зайти к нам на сайт. Абсолютно легко и удобно использовать эту книгу. Забудьте про те тетрадочки, которые, возможно, вы при переезде и потеряли. А кто-то взял эту тетрадочку, и она уже затертая. А там рецепт, который так любит ваш муж, или ваши дети, или ваши внуки. Все самые лучшие рецепты, золотые рецепты, они собраны в этой книге. И поверьте, это действительно то, что пригодится на вашей кухне. И вы не будете судорожно вспоминать, искать, а как же приготовить, какие там ингредиенты. Все здесь в одной книге. Итак, теперь самое, это самый приятный момент, заказанную начинку. Да, уже чтобы было все красиво, знаешь. Так, берем две половинки, которые вот вырезаны. Чуть-чуть начинки сюда. Видишь, она такая густенькая получилась. Просто вовнутрь вот так, клади орешек. Вот так. Чуть-чуть сверху еще начинки. И накрываем, по-моему, чуть-чуть больше. Знаешь, много сгущенки не бывает. Это точно. Так, и у нас получается персик. Прекрасно. Вот такие заготовки готовятся очень быстро. Очень. Мы сейчас буквально за две секунды сделаем тобой все персики. Я возьму на заметку вот эта интересная комбинация сахара и сока, которая дает такой изумительный цвет. Причем ты зеленый можешь делать, со шпината. Да. У тебя будет зеленый оттенок. Ну, здесь у нас буряк и морковка. Да, да. Здесь я вижу, чуть-чуть буряка, чуть-чуть морковки. Получается, чуть-чуть такой персиковатый цвет. Ну, давай, показывай. Так, начинаем. Значит, смотри, главное одеть перчатки, потому что маникюр. Руки. Так, да. Значит, смотри, берем персик. И окунаем. Я всегда так делаю, чтобы два бока, ну, как будто он так рос и грелся на солнышке. Ух ты, здорово. Да, смотри, окунаем. Хоп. Ух ты, боже мой. Да, и в другой сок. Отлично. Так, да, чтобы они прям напитались соком. Теперь, смотри, берем и вот так вот в этот красивый сахар. Хотя, если вы, например, не покрасили сахар, можно сделать в обычный сахар. Нет, ну, вот надо в этот сахар, потому что этот очень реалистично выглядит персик. Действительно, как будто только что сорвалось с дерева, и вот то, что и внутри косточка. Ну, все продумано. На самом деле, я уверена, что наши зрительницы знают хорошо этот рецепт, помнят. Кому-то готовила мама, кому-то готовила бабушка. И вот этот вкус такой вот с ноткой ностальгии теперь будет у вас на кухне. Смотри, Света. Вы будете радовать своих близких. Прекрасный десерт. Смотри, если были какие-то, вот, знаешь, потрескалось в духовке печенье, ничего страшного. Сахар заполняет. Все, 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 смотри. Отлично. Версики готовы. Оля, у меня нет слов. Просто, дорогие зрители, пока Оля декорирует, я уже вкушаю эту просто невероятную вкуснотищу. Не знаю, нет слов. Закончились у меня слова, потому что просто изумительно. Очень вкусно. Так, смотри, мятой. И у тебя получаются листики вообще реально-реально. Я тебе скажу, они красивее, чем натуральные персики. Это точно. Вот эти красивее. Они такие бархатные, они вот просто изумительно выглядят. И знаешь, я поняла. Во-первых, значит, на Хэллоуин наши зрительницы будут делать эти персики. Даже червячок, знаешь, вот такой вот желейный положил. Ребенок будет в диком восторге. На любой день рождения вы можете сделать. У нас в Германии принято вот эти рождественские яблоки, просто яблоко в сахар. Это уже прошлый век. Вот это нужно делать. И поверьте, все будут просто облизывать пальчики. Вкус изумительный. Для яблока возьмите сусок шпината, у вас будет зеленое яблоко с красным бочком от моркови. Покрасьте сахар в зеленый цвет, причем можно ярко зеленый сделать, менее зеленый, сколько краски вы добавите. И вместо мяты, здесь у нас мятные листики, возьмите, машь салат, и у вас получатся такие натуральные яблочные листики. Ну, а я предлагаю прямо сейчас заказать эту книгу для себя. Поверьте, эта книга станет вашей настольной книгой. Вы будете готовить с удовольствием, с любовью, вы будете радостно, радостно, эмоционально чувствовать себя на кухне. Потому что, действительно, когда получается вот такой вот шедевр, без преувеличения, когда я увидела этот рецепт, я подумала, наверное, все-таки Оля лукавит, это сложно. Нет, это просто. И абсолютно каждый из нас может эту красоту приготовить для своих родных и близких. И это самый лучший. И вот, знаешь, у тебя книга бестселлер. Я уверена, что это будет бестселлер среди подарков для наших зрительниц. И в этом году, в 2018-м. Пусть у вас будут вкусные столы, всего вам хорошего. Готовьте эти персики, они крутые. И заказывайте книгу, свою книгу, уже сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова